приветствую зрителей моего канала в youtube этот будет последний ролик где что-либо скажу про выборы понятно что там день тишины ну и вообще мне кажется что все сказано по крайней мере перед первым туром точно дальше будем смотреть за эти недели месяца я наслушался многого от разных людей меня предавали люди которые хотели казаться моими друзьями они начали писать что я продался что я там топлю за порошенко хотя нигде ни одной фамилии никогда не упоминал что я агитирую нахожусь на содержании банковой хотя и оттуда ни одного человека не видел и так далее и так далее ну у людей четкое представление о том видимо как должен жить журналист это брать взятки и состоять в избирательных штабах или при этих штабах кормиться я никогда этим не занимался и не буду заниматься у меня как-то с юности еще какие-то принципы остались журналистки я не такой я сам по себе в данном случае в этом видеоблоге и отвечаю за свои слова никто на меня не влияет если кому-то кажется что говорить о том что украину могут сожрать это агитация там за порошенко или за что-то еще пусть считают как хотят я говорю свое мнение я не в восторге не от порошенко нет некоторых других кандидатов но те варианты которые нам предлагаются по крайне социологами в качестве наиболее вероятных вызывает меня сомнения вообще в здравом смысле людей которые собрались на них голосовать и в самих здравом смысле смысле самих этих людей беря на себя такую ответственность возглавить страну во время войны эти люди подвергают себя я считаю огромному риску не только страну но и себя к сожалению не об этом не думаю силах каких обстоятельств не знаю опять же и этих людей я не знаю я вообще практически никого из политиков кто претендует на президентский пост их окружение я не знаю или если знаю то виделся когда ты не общаюсь и я делаю это сознательно потому что мне нужно сохранять объемное видение того что происходит чтобы вам говорить честно ни за кого не агитировать объемное видение моё еще включает себя то что происходит в мордоре в россии я вижу как их сми как их шафки пропагандистские что они говорят какой президент им нужен какой не нужен посмотрите сами никого учить агитировать я подчеркиваю не буду это личное дело каждого очень много антикоррупционных расследований странное стечение обстоятельств что все они где в прямую не указан допустим действующий президент но указаны люди из его окружения и с этим действительно надо разбираться и обязательно довести до конца если виновные найдены и заплечены и посадить и как угодно но почему-то все эти расследования припали на последний месяц до выборов правда странно в году 11 месяцев расследование выходит именно в эти месяцы и например о том что готовится такие сливы мне рассказали вы еще вот несколько недель назад а про последние две недели назад совпадение наверное понимаете если есть расследование качественное это я не упрек коллегу может они юные горячие сердца которые хотят быть великими знаменитыми журналистами я тоже когда-то хотел наверное но правда недолго лет до двадцати а потом начал просто работать и как будто не выпендриваясь чего-то в профессии добился своей но если хотят быстрой славы ну окей ну просто если бы их расследование вышло там 23 или какого там апреля или же за полгода до выборов но позже лучше потому что они были бы более подробные наверное ничего бы в этом мире не изменилось и преступники не стали быть преступником или подозреваемые они не осуждены и неважно но цель была другая цель была в лучшем случае это личная как бы но журналистская слава худшим я не буду говорить не знаю я знаю только то что это страшно нравится россии и вот это вот это антикоррупционный угар вроде бы правильный со всех точек зрения с коррупцией надо бороться и я как человек который никогда в жизни взяток никому не давал и не брал я тремя руками против коррупции мне против на эти люди но понимаете с коррупцией можно бороться только в независимой стране в оккупированной стране с коррупцией бороться невозможно в той стране которая хочет через кандидатов которые им нравится украину снова в свое стойло забрать там тоже есть антикоррупционеры я не думаю что наши антикоррупционеры в том числе журналисты хотели бы к ним присоединиться в принципе все к этому может прийти понимаете не вот я говорил это уже между даже стыдно повторять тем более умным людям вообще любое предательство начинается с мелочи вот с такой-то детали которую вдруг происходит и человек думать на ладно мелочь ерунда а потом когда больше происходит большое предательство человек начинает вспоминать вот я считаю что нельзя голосовать ни в коем случае за людей которые как вы на даже намеками говорят про возможность мира с россией не говоря о том что должна быть одержана победа и возвращены наши территории в первую очередь а потом уже все переговоры договоры с кем бы то ни было но уж точно не с путиным потому что с путин вообще разговаривать не о чем это просто ложь он не хочет ни с кем разговаривать и не будет он любит только подчиненных и на равных он не с одним президентом украины говорить не собирается и если это пробовать ну происходит ну просто это за вранье на самом деле сам обман обман мне все равно я же не критикую конкретно каких-то людей они на себя берут ответственность вынесут они эту ответственность не придавит их это ноша если не считать что они рассчитали свои силы и идут на это сознательно ну тогда и им отвечать не мне это они ввалили кучу денег своих чужих там я не знаю каких это они в момент войны считают что с такими компетенцией можно быть главнокомандующим и министром иностранных дел ну понимаете украина такая страна многим кажется что можно тут делать все но мне кажется это не совсем правильно ощущение неправильно и вообще считаю что на этих выборах я бы лично но я понимаю что это невозможно отдал бы возможность голосовать только тем кто воевал мне не нужно голосовать не нужно голосовать не моим интеллигентным знакомым которые не ездили на фронт вот кто воевал тот голосует потому что они видят реальную угрозу они не здесь в киеве пули свистели над ними не на салютах не во время салютов выстрела не слышали ну понимаешь что это нереально но хотя бы вот я каким образом я собираюсь голосовать лично я во первых буду соображать буду видеть я вижу уже этот лист перед собой последние соцопросы посмотрю которыми более-менее доверяю а во вторых я слушаю фронтовиков у меня таких много среди друзей и вот к их мнению я прислушаюсь я прошу вас и здесь фейсбуке везде искать мнение фронтовиков про то как надо вести себя на этих выборах мне кажется к ним стоит прислушаться потому что они нас защищают они знают цену любым политическим поворотом они за эту страну кровь льют пятый год проливает еще что касается разума я думаю что нет смысла голосовать даже первом туре за непроходных кандидатов но просто понимаете когда вы голосуете за непроходных вы автоматически голосуете за первую там тройку и если там есть не симпатичные вам люди если там есть симпатичный человек и не симпатичный вам человек лучше сразу голосовать за реальных кандидатов кто вам симпатичен или не противен там или устраивает вас его политика внешне там внутренней или какая-то еще или вам нравится как он там изменит страну там что он обещать я не знаю но просто смысла нет голосовать за кандидатов которые априори на не наберут и десяти процентов да просто смысла нет да даже если больше десяти там надо посмотреть но просто вот ну если вы хотите просто впустую сходить на участок то голосуйте за нее непроходных кандидатов эти голоса пойдут в том числе и во многом на большую часть наверное тем кто вам не симпатичен противен тех кого вы не хотели бы видеть его руля страны но вы станете автоматически их избирать к сожалению это математика простая можно сесть посчитать и это нет какого отношения не имеет к каким материям каким-то нематериальным чисто арифметик нет да среди кандидатов непроходных есть приличные люди и я даже некоторых знаю хоть и не близко уважаемые господа патриоты украины кто съесть среди кандидатов президента идите на парламентские выборы создавайте партии мне одной партии не создали нормальной до сих пор и потом мы говорим что нас вынуждается судьба голосовать за меньшее зло так и в парламенте так будет потому что когда нет ассортимента тебе приходится как в советском магазине брать то что есть но более-менее там как-то выглядит и там проверено что этим не отравишься как заняться ассортимента какой может быть другой выбор как можно выбирать из лучшего и если если лучшего нет того что вы сами хотите мы сами хотим это надо создавать так пусть эти политики идут на выборы верховную раду пусть не оставит нас с тем же раскладом популистских кандидатов которые мы сейчас имеем то есть это мы должны не дать возможность нас составить с этим списком мертвецов и это наша вина что мы выбираем тогда мы выбираем так но голосовать кому-то на зло я не я прошу вас этого не делать голосовать от обиды слушайте мы не с бывшей женой ссоримся там и не с подружкой и не с другом не с бойфрендом голосовать там на зло на зло папе на зло маме утонув помойной яме ну тогда в детский сад еще походите какое-то время голосовать надо очень разумно тратим минимум времени на это подумать решить сходить на участок проголосовать и начать дальше жить продолжить тогда если сразу все это сделать просчитав просто на сессив семьей там с друзьями сам посмотрев на рейтинге последние почитав программы если нужно послушав кто хочет мириться с россией обманывая тем самым вас кто не хочет кто более тверд кто менее тверд выбор есть но он не богат и он математичен он не вы не девушку любимой себе выбирайте вряд ли она будет удовлетворять вас полностью не каждая девушка даже любимая может этим похвастаться вот поэтому надо подходить к этому прагматично и сейчас я за то чтобы борьба с коррупцией шла тотальная в нашей стране я зато я считаю что это один из огромных провалов вообще за эти пять лет и провалов действительно администрации порошенко и этим придется заниматься ему или не ему но заниматься этим придется если порошенко сберут на второй срок то это первый вопрос который к нему возникнет и от него не удастся как бы промолчать вот этот на этот вопрос ни в коем случае поэтому я ни за кого не топлю я топлюсь так можно выразиться за здравый смысл и понимаете но невозможно будет ничего если это с этой стране просто к власти придут люди которые отрицают войну которые как бы вбитают в полках которые обещают то чего не могут сделать но если только померу страну не пустить не не будет никаких ничего дешевого вообще не будет больше ни в украине нигде если вы хотите на чем-то экономить ставьте и сберегающие счетчики ставьте какие-то вещи такие дешеветь ничего не будет она нигде не дешевеет но может прыгать чуть-чуть но но никак это невозможно это как дед мороз вы верите в деда мороза я не верю но с какого-то времени лет допустим 40 уже даже больше поэтому ничего идеального у нас нет и я считаю что вообще полномочия президента должны быть внутри страны очень ограничен закон вообще полномочий всех должны быть по закону надо жить надо жить как литовцы меня друзья литовцы они очень часто недоумевают но у них не по у них тоже было были проблемы на них сообща решили у них не не было такого разделения этот и на то это против нато они понимали что как бы они спасаются вместе политические разногласия это все потом я тоже внутри страны а в нас как бы политики многие готовы просто вот сдать в страну просто на раз два а чё тут такого да ни чё тут такого это же друзья там бывшие или нынешние друзья братья там какие-то и так далее какой там украинский язык ну господи подумаешь pemise на каком языке говорить но если бы не было разницы на каком языке говорить и меня виду, говорить действительно нет разницы, но какой язык защищать, а какой продвигать, и что это языковой культурный вопрос, если эти артисты, это не важно, то, наверное, были бы участниками гибридной войны все эти актеры, и, наверное, всегда бы не использовался языковой вопрос как повод для вторжения, наверное, если бы это было не важно, наверное, это важно. И, наверное, для Украины важно, вот я русскоязычный, но я всеми руками, ногами за то, чтобы украинский язык как можно шире применялся в государстве, в медиа и так далее. И я с удивлением обнаруживаю, что я, прожив в Украине чуть меньше четырех лет, я знаю украинский язык лучше, чем некоторые кандидаты. Я говорю лучше, чем некоторые кандидаты по-украински, которые прожили тут всю жизнь, и это не 2, 3, не 20, не 30 лет. Это феерично, конечно. Вообще, я считаю, что Украина – это страшно недолюбленная страна. Я просто влюбился в Украину давно еще, до всего, но я в Крым ездил к родственникам своим всегда, я считал Украину своей родиной. Ну, Крым, понятно, крымские тары, Крым – Украина, мы всегда голосовали за все проукраинские партии, за Руб, за Черноволы и так далее. Но я все-таки, я любил Украину, я думал, что, как бы, ну, большинство людей тоже, как бы, в Украину любят. Ну, оказалось, что, наверное, большинство любят, но какое-то граничное, граничные половине, в общем-то, поднасрать на страну. Ну, судя по соцсопросам. Когда я вижу там, что люди, причем не старики, не старушки тут, там, как бы, всех винить принято, там, до сорока лет, готовы, в общем, отдать страну кому угодно, там, под шестьдесят процентов людей, там, в восемнадцать-сорок, я смотрел, смотрел с вопроса, они, в принципе, готовы, как бы, ну, давайте, а, давайте, там, попоем по пляшам во время войны, за спинами солдат, которые тебя от дурака защищают. Ой, много можно наговорить, и я вообще, вот, без всякого даже плана в голове садился этот ролик записывать, потому что столько эмоций, и говорят, не бери близко к сердцу, говорят, там, не волнуйся, я не могу не волноваться, вы меня извините, но, может, потому что мой Крым оккупирован. И вот, а вообще, знаете, люди с оккупированных территорий, которые, именно, проукраинские с оккупированных территории, и крымские татары, вот к ним бы тоже стоило прислушаться перед этим выбором, если есть такие знакомые, позвоните, спросите, за кого они голосуют, если вам все равно, вы не знаете. Тоже неплохой способ, потому что люди, которые что-то в жизни потеряли, а точнее, очень многое потеряли, они глубже видят у них обостренный взгляд и обостренная оценка происходящего. Мы уже многое потеряли в жизни, я не хочу терять Украину. И я считаю, что, вот я, знаете, даже на некоторых политиков наших смотрю на многие, и вот, простите, но я вижу вот, вот у него в глазах, что любовь к Украине, переживания за нее или пофиг, да? Это же тоже видно. Украину очень часто предавали, вообще история Украины, это история огромного количества предательств. Я не хочу, чтобы это повторило, я не хочу, чтобы миллионы украинцев, не подумав, устроили в стране такие условия, когда ее можно предать, когда можно повернуть спать, когда можно обмануть, когда можно и так далее. Просто, понимаете, даже те, кто участвует, может быть, в этой мистификации, медийной, пиаровской и так далее, они, может быть, до конца сами не понимают, к чему это может привести их в том числе. Я вообще очень, мне даже где-то, ну, нет, конечно, мне их не жалко, мне страну жалко, но все-таки я сочувствую людям, которые хотят, рискуют идти на пост главнокомандующего в стране, ведущей войной, на которую в любой момент могут напасть. Тут не только историческая ответственность может, тут просто, я не знаю, цунами может снести все. И это будет совсем не смешно, вообще никаких хохм не будет. И как этого можно не понимать, ну, окей. Я говорю, я в глазах некоторых людей любви к Украине не вижу. Какие-то свои соображения, какие-то свои расклады. Это очень печально, но я все-таки хожу по улицам, и я вижу все-таки очень много людей, хороших, добрых, я общаюсь с людьми постоянно, они мне руку жмут, я их тоже благодарю за помощь, за поддержку, за внимание. Но все-таки я считаю, что добрых и любящих Украину людей и честных людей в Украине действительно больше. Я считаю, что все они должны прийти на выборы. Не дать впавшим в какое-то безумие безответственным и инфантильным людям решить нашу судьбу. Понимаете, не они должны решать нашу судьбу, не они. Это точно. Мы в своей стране обязательно разберемся. Я уверен, что мы заставим любую власть и коррупцию победить, и суды переформатировать, и что угодно сделать мы сможем. Но для того, чтобы это смочь, мы должны свою страну сохранить, потому что в оккупированной стране ничего не получится. А то, что любая слабость власти или хаос власти, или любые события, типа восстания какого-то, внутренне из-за политических причин хаос, он приведет к мгновенной агрессии страны России. К мгновенной. Нам нельзя не выпускать из рук этот забор, который мы держим, бойцы, волонтеры, дипломаты. Нельзя этот забор, отходить от него нельзя. Он рухнет, в нем тут же пробьют бреши. Тут сюда хлынет, хлынет такой поток, перед которым все и левые, и правые, и косые, и кривые, все будут одинаково жертвами. Я не хочу, чтобы Украина была жертвой. Мне кажется, 300 лет хватит или сколько там. Я не хочу, чтобы Украина больше теряла территорию. Мне кажется, первое, что надо делать, это Крым и Донбасс возвращать. И не уводить эту тему в сторону, как эти кандидаты некоторые не любят даже говорить об этом. Потому что если ты не говоришь о Крыме и Донбассе, значит ты готов всю Украину просрать. Я в этом абсолютно уверен, это лучший тест, лучший. Понимаете? Вот я не помню, как это правильно сказать, а когда матери ставят условия террориста, там отдай сына или дочь, она не может выбирать, кто лучше, кто хуже. Мы или все вместе, или нас разнесет. Или тогда Крым и Донбасс это только начало, если мы забываем про это. Мы должны драться за наши территории любыми способами, абсолютно любыми. Но если мы начнем забывать про них, то даже о никакой борьбе уже речи быть не может, мы просрем все. Извините за это выражение. Я ни в любом случае не отчаиваюсь, я все равно буду бороться за то, что считаю правильным. Я в жизни никогда не прилеплюсь ни к каким политикам, ни от кого не возьму денег. Мне это вообще не нужно совершенно, я свою жизнь не для этого прожил. И мудачье, которое пишет всякие глупости про меня, ну пусть пишет, я в принципе их не читаю даже, если что-то вижу, в бан сразу отправляю. А если какие-то типа друзья это пишут бывшие, я тоже забываю о них через минуту, как бы наплевать. Мне предатели не нужны, у меня настоящих друзей хватает. В том числе друзей среди вас, которых я даже многих не знаю. Мне очень приятно видеть ваши комментарии, слышать вас. Мне очень приятно, что вы мне помогаете, вы понимаете, что имеете дело не с манипуляцией и не с пиаром. Знаете, правду говорить легко и приятно. То, что думаешь, говорить, так и надо жить. Я счастлив в каком-то плане, хотя у меня нет ни хрена. Но, знаете, по крайней мере я ни от кого не завишу. И могу с вами говорить прямо, и я уверен, что вы такие же. Давайте вместе не профукуем страну. Слава Украине, слава и память героям, слава крымским татарам, слава украинским бойцам. Эта страна заслуживает того и стоит того, чтобы мы ее сохранили. И вот, я сейчас вспомню, что у меня нет ни хрена, слава и память героям, слава и память героям, слава и память героям.